Ты один Кто воскрешает в жизни, ты один Ты один Ты один Кто знает мои мысли, ты один Кто направляет путь, ты один Кто воскрешает в жизни, ты один Ты один Тебя люблю Тебя люблю Тебя люблю Намеренье о нас, намеренье во благо Господь Аллилуйя 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 Петь у твоих Люблю тебя, Господь Аллилуйя 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 Он здесь Он здесь сейчас с нами Он здесь сейчас с нами Аллилуйя Стесняйся Поднимай свои руки Открывай уста Аллилуйя 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 Ищу тебя, Господь, Овощей, Ищу тебя, Господь мой. Всем сердцем петь тебе, Днём и ночью, Люблю тебя, Господь мой. Скажи вместе со мной сейчас, Люблю тебя, Господь, Люблю тебя, Папочка Небесная. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Раздай аплодисменты нашему чудесному, великому Богу. Аллилуйя. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Я рад вас всех видеть. Хотя я вас не вижу. Но вы меня видите. А я вас вижу через один такой глазок под названием видеокамера. Но в любом случае я знаю, что вы сегодня с нами. Что вы сегодня в это воскресенье посвятили время слушать Слово Божие, назидаться Слове Божием. И вы выбрали лучшую часть. Однажды Иисус говорил Слово в доме у двух сестер. И одна сестра слушала, а другая заботилась о чём-то. И вот эта Марфа, которая заботилась, вернулась и сказала Иисусу, «Ну Иисус, Мария вот сидит слушать не работает, а надо трудиться в это время, организовывать всё». Иисус говорит, «Слушай, Марфа, ты о многом печёшься, но одного тебе не достаёт». Мария выбрала лучшую, лучшую участь и часть. Друзья мои, сегодня вы выбрали лучшую часть. Сегодня вы выбрали время слушать Слово, прославлять Царя. Поймите, это принципиально важно, тем более воскресенье. Мир проходит и страсти его, а Слово Божие пребывает вовек. И я рад, что мы сегодня с вами в эфире, мы можем общаться, и у нас воскресенье не проходит зря. Это время, которое посвящено Царю. А всё, что вы посвятили Ему, Он воздаст вам в 30, 60 и в 100 крат. Пишите, пожалуйста, в нашем чате все молитвенные нужды, всё, что вам необходимо, даже оценки проповеди. И если вы сегодня с нами, и вам нравится начало, поставьте плюсик. Вот можете просто плюсики ставить, и мы увидим много плюсиков, что вы сегодня с нами, и вам нравится хотя бы, по крайней мере, вступление. Друзья мои, сегодня мы вошли в новый месяц, и этот месяц мы обозначили как месяц нового поколения. И новое поколение – это наши дети, это наши внуки, это, в конце концов, мы даже, как новое поколение по отношению к проходящему поколению. И сегодня я бы хотел сказать для каждого человека о том, что каждому поколению нужно слово веры. Вера – это то, чем мы живём. Вера – это то, что определяет нас как христиан. И мы об этом именно поговорим. Но перед тем, как я буду проповедовать, я хочу вдохновить вас всех поехать на остров Преображения. Классно. Олассно. Канарских островов кто-то пишет даже. Ну, слава богу. И плюсики пошли. Приятно, когда много плюсиков, видно, что вы здесь. Плюсики просто радуют. И поймите, это не просто плюс. Это крест. Крест. И когда вы их знаете, не радует. Вон сколько крестов. Крестов Христа. Сегодня людям не хватает просто креста Христова. И вы знаете, друзья мои, я хочу вдохновить вас на этот остров. Конечно, это будет не остров физически. Наш проект начался с острова, но это будет на нашей туристической базе. Мы хотим это сделать самым лучшим образом. Мы хотели бы, чтобы было прекрасное прославление. Прекрасное слово. У нас будут гости, которые как бы поднимут дух нашей церкви. И это принципиально важно. Потому что вот в этих страстях, треволнениях, мы как-то с вами, ну, не то чтобы мы, вообще люди теряют веру. Они слишком много смотрят по странам. И так как мы не общаемся друг с другом, человеку, ну, одному тяжело. Когда он видит брата своего, ходящего в вере, то это вдохновляет его. А брата того вдохновляешь ты. И мы как бы друг друга вдохновляем. Вы даже не представляете, как меня, как пастора, вдохновляют просто люди в церкви, которые стоят в вере, говорят свои свидетельства. Я недавно вот проехался по нашим церквям, посольству Иисуса. И вы знаете, я приезжал там в маленькие церкви, в небольших городах. И я просто удивлялся, как люди вдохновляют меня. Они просто рассказывают, как они живут с Богом, как у них все в порядке. А мне казалось, что они тут загнивают. А они не загнивают. И когда ты видишь, что они не загнивают, это вдохновляет также тебя. Поэтому, друзья мои, мы вдохновляем на веру друг друга. И когда мы собираемся вместе на остров, это дает нам импульс жить. Следующий момент. Мы хотели бы 8 июля, то есть в следующую среду. В следующую среду? Сегодня какое число? В следующую среду у нас будет молитва круглосуточная. Я хотел сказать, всеночная. Потому что я сам хочу всю ночь молиться, сам вот просто один у себя. И хочу присоединить как бы тоже людей, чтобы люди молились не только ночь, но еще молились весь день. И мы таким образом поднимем наш дух, поднимем голоса наши в небеса. И Бог всегда слышит голоса верующих людей. Поймите, что он не изменился. Мы меняемся. Меняется, может быть, у нас, я не знаю, там, меняется ситуация политическая у кого-то, ну, в нашей стране, по крайней мере, сдвигается. Экономика двигается, какие-то треволнения. Но Слово Божие, оно пребывает вовек. И его истина, она никуда не двигается. Она как была, такой остается. Его заповеди никуда не двигаются. Его любовь вообще не изменяется. Его милость, Библия говорит, обновляется каждое утро. Дмитрий Калебов-Ковалевский, вижу тебя, привет, пастор Павел. Дмитрий, если ты тот из Сиэтла пастор, то я рад тебя видеть тоже. Доброе утро, дорогая церковь, пишет Татьяна Гричукова. А также Анна Кожина, прошу молитвы, чтобы все детки пошли в школу 1 сентября и не было дистанционного обучения. Молимся и благословляем. В конце помолимся об этом. Доброе утро, пастор, спасибо за проповедь. Ну, проповедь еще не началась, Олег Ежов говорит. Итак, друзья, это такое вступление. То, что у нас будет в ближайшее время. В ближайшее. И у нас сегодня будет хлебопреломление. И если вы впервые смотрите нас, можете написать впервые. Ольга Калашникова. Доброе утро, дорогая церковь Нижнего Новгорода. Приветствуем вас из Великого Новгорода. О, приятно слышать, что Великий Новгород вместе с Нижним Новгородом. А наш город, если вы знаете, Нижний Новгород назван в честь Великого Новгорода. Основанный в 1221 году. Наш город, я имею ввиду. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Пишет Слава Старк. Слава Старк. Аллилуйя. Ну что, друзья, возвращаемся теперь к моей проповеди непосредственно. Я молюсь. Господь благослови сегодняшнее слово. Пусть это слово действует до разделения духа и души, составов и мозгов. Судит намерения и помышления сердечные. Господь дай Твоему слову вселяться в наши сердца обильно. Пусть придет Твоя благодать. Пусть придет Твое вдохновение, Господь мой. И слово оживет в нас. Аминь. Итак, мое слово сегодня звучит так. Голос веры. Голос веры. Вот у веры есть голос. У меня жена вера, и у нее есть голос. И я не о ней, конечно же, проповедую. Я проповедую о вере в нашего Христа. Но интересно, что я назвал так проповедь, потому что вера так или иначе говорит. И у нас, наверное, единственная, как у христиан, есть субстанция, которая передвигает нас из пункта А в пункт Б, из жизни греха в жизнь в свободе от греха, который помогает нам перейти черту даже смерти и остаться с Господом в вечности на небесах, в его новом царстве, в царстве небесном, это наша вера. Вера, друзья мои. Вера помогает нам жить. Сегодня даже мирские люди хватаются за этот якорь веры, и они пытаются вставлять в своей интерпретации веру, в свои тренинги, в свои какие-то обучающие семинары, как достичь успеха. Но вера, она более обширная. И вы знаете, вера приходит из Слова Божьего. И удивительно, что я вижу на страницах Библии, то, что Иисус обличал людей в неверии даже больше, чем в грехах. Или хотя бы в равной степени. И я задумался, как-то еще раньше, в былые времена, думаю, почему Бог обличает людей, Иисус обличает людей в неверии, так же, как и в грехах. Почему неверие стоит на одном уровне с грехами, такими как воровство, убийство, прелюбодеяние. Почему так оценивает Господь неверие высоко в вопросе нечестия. И вот сегодня об этом, кстати, поговорим. И вот исходя из Писания, ты просто видишь, что без веры реально угодить Богу невозможно. И это, кстати, послание к евреям. Итак, друзья мои, смотрите, давайте начнем с того, где мы видим, что Господь обличает людей в неверии. Итак, Лука 12 глава с 27 стиха. Иисус в Нагорной проповеди уже говорит такие слова. Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Интересно, что совсем недавно я был в Суздале, в городе, и так прекрасно текла река Каменка, и там было такое большое количество кувшинок и лилий. Так красиво они смотрятся. Я захотел еще раз авторским туром туда приехать. Кстати, присоединяйтесь, поедете, может быть, со мной, если захотите. Но вот, лилии, я их увидел, эти лилии, и вспомнил, что Иисус о них что-то сказал. Он говорит, смотрите, какие они красивые, как они растут. И он говорит, они не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Говорит, лилии так пахнут, кувшинки так пахнут. И говорит, вот Соломон так не одевался, какое величие в них. И если же траву на поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошено в огонь. Представьте, трава вот эта красивая, и люди смотрят на нее, на эти цветы. Всевозможные одуванчики, ромашки, колокольчики. И Иисус говорит, их скашивают, а потом даже бросают в огонь. Говорит, Бог так одевает. Даже знает, что это короткий период этих цветов. Бог их все-таки так красиво одевает на короткий срок. Потом дальше, раз, после запятой. То коль ми пачи вас. То есть он говорит, ну если трава, которая всего на один-два дня расцветает, Бог так одевает, так ее украшает, говорит, то тем более он печется о вас. Он думает о вас, и потом обращается к людям. Маловеры. Вот почему он говорит маловеры? Почему он говорит, ну ребята, у вас так мало веры. Вас не вдохновляет на веру даже вот эти лилии и кувшинки. Вот эти колокольчики, они расцветают, хотя завтра они перестанут свисти, и завтра их будут, их бросят в огонь. Но он говорит, друзья мои, но Бог о них заботится. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Смотрите, люди, когда читают в крайностях Библию, они думают, ну, Бог как бы говорит, «Будьте такими, как птицы небесные, как лилии, вот будьте такими беззаботными, как будто бы вы просто отрешенные от жизни некие созерцатели вселенной». Да нет, не об этом. Он просто говорит, ну если они на один-два дня живущие и то так красиво одеты, то говорит, не беспокойтесь о вашем будущем, не заботьтесь только о пище. Вот не забивайте себе голову только этими вещами, потому что концентрация тогда ваша становится на земном. И вы не видите того, что небесное. И говорит, не беспокойтесь. Он не просто сказал, не думайте о том, что есть и пить. Ну как же, нам надо думать. Но он говорит, не беспокойтесь, потому что беспокойство всегда противоречит вашей вере. Беспокойство всегда ворует веру у человека. Он становится земным, он перестает мечтать, он перестает иметь видение и стратегию для чего-то более великого. Ну, послушайте, можно прожить жизнь вот как-то, ну неплохо, на уровне двухкомнатной квартиры, купание в Волге, в этой, в баллоне от КамАЗа, с пипкой вот этой железной, понимаете, и съездить там раз в 10 лет в Сочи, ну и как-то там ходить на работу. Ну можно прожить такую, ну не совсем плохую жизнь, но не совсем удачную, кстати. Можно, но не нужно, друзья мои. Поэтому Господь говорит, 30 стих, потому что всего этого ищут люди мира сего. Послушайте, мира сего люди, они ищут вот этих вещей, это их ценности. И нет ничего более плачевного, когда христиане, которые наделены верой, живут так, как живут мирские люди, которые ищут только этого. Он говорит, отец ваш знает, что вы имеете нужду в этом во всем. То есть он говорит, отец ваш знает, что у вас есть нужда. Он это не игнорирует, но как бы другими словами он говорит, это самый мелкий уровень, на каком человек может жить. Но, 31 стих, наипаче ищите царствие Божьего. И это все приложится вам. В другом даже месте сказано, ищите царствие Божьего и правда его. И все остальное, оно как бы приложится автоматически. То есть ищите горнего, то, что требует у вас веры, каких-то достижений, по крайней мере, во Христе Иисусе. Я уж не говорю о том, что можно достигать каких-то успехов по работе, в своих мечтаниях, в своих амбициях. Но во Христе Иисусе, когда мы мечтаем о горнем, чтобы его царство распространялось, это самая высшая форма жизни, когда человек живет ради его царствия. И дальше говорит, 32 стих, не бойся малое стадо, ибо отец ваш благоволил дать вам царство. Ну представьте, вот царь говорит, я хочу вам дать царство, а царь говорит, вы дети мои, я хочу вас поднять на уровень жизни совсем в другом измерении, в сверхъестественном измерении. Там, где есть чудеса, знамения, там, где есть обеспечение не на уровне выживания, а обеспечение на уровне победы. И говорит, вот этот уровень, я хочу, чтобы вы в нем жили. Но вы, к сожалению, так и живете, вот на уровне каких-то лилий вот этих, и кувшинок, которые болтаются в воде, и они красивые, безусловно. Но всего лишь на короткий срок, а завтра будут брошены в огонь. И если даже их Бог одевает, то как он может одевать вас, как может обеспечивать вас? Но для этого вам нужно преодолеть уровень маловерия. Поэтому он говорит, маловеры. Другими словами, говорит, вот уровень вашей веры по вашему градуснику слишком мелкий. Но если вы заботитесь о том, чтобы уровень вашей веры поднялся, то вы не будете заботиться об этих простых вещах. Тогда ваша жизнь будет намного красивее, чем трава полевая. Ваша жизнь будет благоухать в более долгое время. И в вашей жизни появятся чудеса, знамение, оно будет вкусной, в конце концов. Смотрите, другой пассаж очень интересный. Удивительный пассаж, это где Иисус говорит с Петром. Мы не будем опять же весь текст, потому что там много. Когда Петр вышел из лодки. Вы знаете, недавно была одна из наших профидей, наших пасторов, о том, как Петр вышел из лодки. Когда он шел, смотрел на Иисуса, все было у него хорошо у Петра. Но написано, что он посмотрел по сторонам, увидел вот эти волны огромные. Три волнения этого мира. Начал сравнивать себя с людьми этого мира. Все, что происходит в этом мире. А тут и коронавирус. А тут и падение экономики. А тут у нас изменение Конституции. А тут у нас проблемы. А там у нас расовые восстания в Америке. А там еще чего-то. Индекс Доу Джонс пошел вниз. И ты смотришь на эти волны. Боже мой, как все шатается. И перестал смотреть на Иисуса. И начал тонуть. Ему действительно стало плохо. Потому что Доу Джонс это факт, который говорит. Тони, коронавирус это факт, который говорит. Кирдык. Безусловно, это факт, что происходит там сегодня проблема между этносами, между народами. И приходит страх. И люди говорят, что, как дальше-то жить? Они начинают закрывать все в кубышку. Кубышка разбивается. И все только хуже. Но Иисус говорит, Петр, смотри на меня. Смотри нам в мои глаза. И когда ты смотришь в мои глаза, смотрите, что написано. Иисус тотчас простер руку. Поддержал его и говорит ему, маловерный. Зачем ты усомнился? Он говорит, почему градусник твоей веры упал так низко? Почему ты перестал доверять мне, Творцу, который способен преодолеть всякое препятствие твоей жизни? Который способен просто разрушить все препятствия? Который способен решить твои проблемы, твои трудности? Как ты перестал смотреть на мое слово? Друзья мои, вот если вы какие-то тезисы записываете, то первый, на который я хотел обратить внимание, это неверие есть такой же грех. Когда мы не верим Богу, когда мы не верим Его Слову, тогда Бог это ставит на уровень греха. Он говорит, это такой же грех, как все остальное. Ты скажешь, не верю, хорошо, давай читать. Смотрите, интересно. В Матфея 17.17, там еще одна история, сегодня такая выборка прям историй, но по ним быстро и интересно проходим. Выборка историй, когда мальчик, беснующийся, одержимый какими-то демонами, и Библия говорит о том, что он бросался и вагоне, пытался покончить самоубийством. Если перевести на современный язык, это реальная подростковая болезнь, демоническая, суицидальная какая-то паранойя. И отец пришел с этим ребенком к ученикам Иисусу, они не могли ничего сделать. Иисус посмотрел на ребенка, и отец говорит, ну ученикам я приводил твоим, ничего не смогли сделать. Смотрите, что Иисус сказал. Иисус же, отвечая, сказал, о род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. Почему он говорит такие слова? Он говорит, род неверный и развращенный. Вы знаете, в греческом оригинале слово неверный не в том смысле, в котором мы сегодня подразумеваем. То есть неверный, изменяющий. Там стоит слово неверующий, то есть народ, который потерял веру. И следующее слово, развращенный. Он как будто бы рядом ставит эти два понятия. Он говорит, когда ты неверующий, ты автоматически становишься развращенным. Наблюдая за сегодняшним миром, я четко заметил, как только дети наши или кто-то человек в церкви начинает сомневаться в вере в Христа. Все, жди привета. Завтра он будет бухать, потом курить, потом блудить, потом разводиться. Потому что он теряет веру в слово. Слово Божие. Слово Божие пребывает вовек. Слово Божие наш ориентир, братья и сестры. И вдруг Иисус говорит, род неверующий и развращенный, доколе буду терпеть вас. И он сказал это по отношению к своим ученикам. Он говорит, ученики, вы неверующие в то, что эту проблему можно решить. И потом изгоняет этого беса, изгоняет мальчик, приходит в себя. И заметьте, что ученики удивились и говорят, а как ты это сделал? Ну это они впечатлились, правда же. Следующие стихи, это Матфея 17, 17. И в 20 стихе Иисус говорит, 17 глава, 20 стих. Иисус отвечает им, Иисус же сказал им, отвечая на их вопрос, как он это сделал. Написано, да, сначала почему они не могли изгнать, а потом почему он смог. Он говорит, по неверию вашему. Он говорит, вы не могли это сделать проблему, решить проблему по неверию. Большинство сегодняшних проблем наших просто по нашему неверию. Друзья мои, ну просто вот неверим и все. Вот неверю, читаешь в слове Божьем, что ты будешь здоров. Не верю. Когда ты читаешь слово Божье, что Бог тебя обеспечит, найдет для тебя чудо. Придет в твою жизнь чудо. Человек говорит, читаю, но мои глаза говорят другое. Я вижу эти волны вокруг. Я вижу вот эти проблемы вокруг. И поэтому, ну мне трудно верить. Помоги моему неверию. Иисус говорит Петру, зачем ты усомнился? Смотри в мои глаза. До тех пор, пока перед тобой лицо Божье, через его слово, через его Библию, до тех пор, пока Библия всплывает в твоей жизни, пока ты возбуждаешься от слова Божьего. Слушайте, не читайте Библию, как веселые картинки, журнал на ночь. Читайте слово Божье с вдохновением. Ну тыркайте себя, когда читаете. Просто попробуйте вот читать, стих прочитать и сказать, Господи, что ты мне хочешь сказать через этот стих? Господи, что сегодня выскочить должно в мою жизнь? Если ты начнешь возбуждать самого себя, вот этим, я это слово специально использую, возбуждать, потому что это, знаете, уровень такой, хотя слово возбуждение это не эротическое слово, но оно в более позднее время перешло вот в понимание сексуальности. Но когда человек возбужден, его тянет, его что-то привлекает. Так вот, Господь, кстати, это слово несколько раз встречается в тексте Библии, в контексте того, что возбуждайте в себе слово Божие, именно попровоцируйте в себе интерес к нему, чтобы слово Божие оживало в вас. Иисус говорит, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, потом он говорит, истинно, в чем-то есть интересная истина. Истинно говорю вам, если будете иметь веру, даже с горчичное зерно. Вот если у вас будет просто вера, друзья мои, вера, когда ты просто в своих даже трудных ситуациях говоришь, а я и мой дом будем служить Господу. А я, несмотря на все втреволнения и на всю мою логику, я верю в то, что сказал Господь. Я буду верить в то, что Он вечен, и Он творец, и Он все равно все держит под контролем. Иисус говорит, несмотря на то, что меня соблазняет, что меня смущает, я верю в слово. Тогда, он говорит, будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете тогда, горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет. И ничего не будет невозможного для вас. Смотрите, слово Божие говорит, и ничего не будет невозможного для вас. Еще раз читаю, Матфея 17 глава 20 стих. Послушайте, это не семинар по тому, как сделать успешный бизнес. Это не слова какого-то коуча, там знаете, всемирно известного, Робинсона. Это не просто еще откуда-то, это слова Иисуса, творца неба и земли, который пришел на землю. Это не просто вдохновение президента какого-то 36-го Соединенных Штатов Америки. Это не слова какого-то известного вдохновителя. Это не слова какого-то офицера перед боем. Это слова Иисуса, который говорит, и ничего не будет невозможного для вас. Если вы сейчас смотрите меня, повторите даже вместе со мной слова Иисуса, которые были сказаны 2000 лет назад. Во время его проповеди до всех коучей, до всех президентов, до всех еще этих генералов, которые шли в атаку, он сказал, и ничего не будет невозможного для вас. Ничего не будет невозможного для вас. Все лишь является вопросом вашей веры. Вот и все. Вот просто где твоя вера, вот там во что ты веришь, вот там и будет победа. Если даже ты скажешь, я тапочки буду продавать с верой, ничего не будет невозможного для тебя. Слушайте, когда-то мы смеялись над людьми, которые продавали туалетную бумагу и говорили, что за бизнес продавать туалетную бумагу. Какой бред. Наступил коронавирус, по какой-то причине все побежали в магазины покупать туалетную бумагу. И если бы я знал, что туалетная бумага сделает людей миллиардерами, я бы, наверное, стал бизнесменом в продаже туалетной бумаги. Но я не стал, потому что я не верил в туалетную бумагу. Но кто-то верил в туалетную бумагу, и он обогатился каким-то образом. Поэтому если человек поверит даже в туалетную бумагу, и там станет преуспевающим. Поверьте, это не вопрос туалетной бумаги или нетуалетной бумаги. Это вопрос твоей веры в то, чем ты занимаешься. Если ты будешь заниматься просто пирожками, и они будут лучшими у тебя в жизни, то, слушай, ты будешь бизнесменом по продаже пирожков лучшим в мире. И если ты поверишь, что ты пастор, который способен достигать миллионы, то ты будешь пастором, который будет достигать миллионы. Поверь все в тебе, если у тебя есть слово «поверь». И когда есть слово «поверь», вот тогда «поверь» станет верой. И ты получишь обетование из Духа Божьего. Господь скажет тебе слово, которое он сказал Аврааму. И когда он сказал Аврааму, Авраам поверил. Просто поверил. Авраам не имел еще тогда Слова Божьего, у него не было написано Библии, Но он услышал обетование, которое прозвучало в его уши, что он родит сына, сына от обетованной жены, от Сары. Об этом мы прочитаем дальше. Смотрите, интересно, об Аврааме, что сказано. Об Аврааме сказано в Римлянам 4 глава, 4 глава 19 под 21 стих. И следующее, что вы можете себе записать, тезис, примите решение жить по слову, по обетованию, по слову, которое Бог вам обещал. Если вы будете жить в соответствии с этим словом, которое выскочило из Библии к ваше сердце, то это слово, оно оживет вас. Практикуйте это слово. И вот Авраам получил слово, это слово пришло к нему. Он принял решение внутри себя жить по слову. Он принял решение жить по тому, что говорит вечный Господь. А вечный Господь, это наш Иисус, он стал воплощенным словом. Бог обещал, что слово станет плотью. И оно пришло, это слово, стал Христом. И Христом послали нас, полный благодати и истины. И мы поверили, как слышанному от Отца Писание говорили. И вот Авраам услышал слово. Слово пришло в его жизнь. И Библия говорит Римлянам 4 стих, 19 стих. И не измогши в вере. Послушайте. И не измогши в вере. Он просто не изнемог, но мы с вами изнемогаем. Почему мы изнемогаем в вере? Потому что мы слышим антиверу. Мы слышим слова, которые отторгают в нас веру. Мы разочаровываемся, потому что смотрим на других людей. Вы знаете, я даже как-то заметил, что что приносило мне разочарование в жизни? Мне приносило разочарование несколько вещей. Первое самое яркое разочарование в начале моей христианской веры, это было, когда я видел людей, живших по вере и потом отступивших. И знаете, это не может тебя не разочаровывать. И самое поганое в этом, что ты начинаешь сам разочаровываться не в людях, а начинаешь разочаровываться в вере. Просто в вере в Бога. Ты думаешь, ну если он для меня был примером и вдруг оступился и вообще отступил, то куда уж я? Это был первый соблазн, с которым я боролся. Первое время боролся. Но слава Богу за других людей, которые меня наставляли и говорили, продолжай верить, не смотри на людей. Хорошо, я перестал смотреть на людей, я смотрел на слово. И я тогда не понимал, что церковь это огромное количество людей. Просто огромное. И огромное количество людей, они живут все по-разному. И в команде Иисуса были Иуды, которые предали, а были и не Иуды, были Петры, которые до конца дошли, но оступались в течение жизни. Точно так же в нашей жизни. И вот мой фокус был на слове Божьем. Второй момент, который ко мне стал приходить, это уже не просто люди неправильно поступают, а события, которые я не мог правильно трактовать. Я не знал, почему, например, человек достаточно в моих глазах достойный и раз рано умер. И я помню, для меня это был соблазн. Я думал, а почему так произошло? Почему те попали в аварию? Почему это произошло? И я думал, ну что происходит? И вы знаете, я увидел, что цель только одна у моего врага, в моих искушениях. Эта цель очень простая. Извратить слово Божие в моей жизни, чтобы я перестал верить. Вот я перестал. И смотрите, что произошло с Авраамом. Он, не изнемогший в вере, он не помышлял. Просто не помышлял. Что тело его почти столетнего уже омертвело. И утроба царина в омертвении, он перестал помышлять. Он перестал думать об этих вещах, поймите. Он просто перестал думать. Вот сегодня ты соблазняешься, а тебе говорит Господь через мои уста, не помышляй. Вот перестань об этом думать. И я говорил сам себе, ну как мне не думать, когда мой хороший друг, парень, в 14 лет заболел раком. И этот паренек для меня был таким свидетельством веры, яркой веры. Его семья была верующая. И вдруг он там умирает, коротко, борется с раком всю свою жизнь. Все годы он живет такой, знаете, для меня, жизнью примерного парня и во Христе, и в борении с раком. И в 20 лет он умирает. И вот я так соблазнился. Я ходил с этим несколько лет, думал, Господи, а как вот так? А потом сел с его родителями, кстати, с его друзьями, с моими друзьями. И вы знаете, я сижу и вдруг понимаю, его родители не потеряли веру. У них еще двое детей. И потом через следующий брат становится пастором церкви. Он сегодня пастор. Представляете, второй брат, его младший, старший умер от рака в 20 лет. А следующий становится пастором. Эта семья в Сан-Франциско живет. Дочь вырастает, становится миссионеркой, ездит по миру. И я смотрю, и мне Господь в сердце говорит, вот ты соблазняешься, а его семья не только не соблазнилась, а еще больше стала прославлять Бога. Зачем ты об этом помышляешь, Павел? И я смотрю, Авраам не помышлял. Он говорит, я запрещаю моим мозгам вот помышлять об этом, потому что это приведет меня к падению. Это план сатаны, чтобы разрушить мою веру. Вот в чем суть. И написано, и не поколебался, 20 стих написано, не поколебался в обетовании Божьим неверием. Он не поколебался в том, что Бог сказал ему. В обетовании, что такое обетование? Пощупайте это слово. Это обещание. Бог просто тебе говорит. Будет вот так и так. В твоей жизни. Просто, чик, Бог говорит. Поймите, Он говорит, чик, в твою четкую жизнь. Ты четко знаешь, что это говорит тебе Бог прямо сейчас. Поймите, Бог способен говорить каждый день, если ты способен Его слышать. Проблема в том, что мы на волны смотрим. Мы смотрим телевизор, мы смотрим музыку, слушаем не ту. И поэтому забивается голос Святого Духа. Написано, Он не поколебался в обетовании. Он ожил в этом обетовании. В этом слове неверием. Но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Это не я, не я говорю, это слово Божие. Читайте слово, написано. В обетовании Божьем Он не поколебался неверием, но прибыл тверд в вере. Он зацепился за веру. Что такое тверд? Он зацепился за нее, как крючком за что-то. И висит. И говорит, ветры дуют, а я висю. Висю и воздал славу Богу. Вот очень важно, друзья мои, воздавать славу Богу. Вот наша хвала, просто прославление, это настолько огромная сила. Поверьте, она необъяснимая сила, которая дает тебе juice of life, дает тебе сок жизни, когда ты прославляешь Бога вне твоей логики. Прямо на этой неделе у меня было интересное переживание. Вообще интересное. На этой неделе я, мне снится сон. Снится сон, отвратительный, скажу сразу, приготовьтесь. И не ассоциируйте меня с этим сном, но он, правда, с элементами отвращения. Даже жена мне сказала, фу, когда я ей рассказывал. Но был такой, ну это сон, как-то к чему-то же он есть. Как будто бы во сне я просто куда-то иду, где-то, и нащупаю у себя внутри моего рта, нащупаю какую-то шишку. И я трогаю, она так, знаете, органично как-то вросла. И я думаю даже, ну может какие-то морфологические изменения в моем рте, рту. И я языком нащупаю, а потом раз эту шишку отрываю зубами и сплевываю. И вижу, жук ползет. И я думаю, ну во сне, а это же все кажется реальностью. И я думаю, как же жук так хорошо как-то прижился в моем рте. Думаю, странно. Потом я нахожу еще какую-то морфологическую какую-то шишку. Я раз, отрываю, сплевываю. Какая-то сороконожка. И я так с таким интересом начинаю трогать весь свой рот. И нащупаю так много каких-то вещей. И я начинаю сплевывать. И у меня столько всяких гадов вылазит. И это все в руке. Я их так держу в руке. И они кусаются у меня в руке. Просто кусаются. И я думаю, у меня во рту столько интересных вот этих насекомых мерзких. Как же они там жили? Совершенно спокойно в моем рту. И я держу этот кулак. И вдруг выходит из соседней комнаты человек один. Пастор церкви, он прославитель, был у нас много раз. Мой друг, реально друг. И он такой вот поклонник. Он известен как всегда прославитель, поклонник. И я даже бываю у него дома. У него всегда христианская музыка играет. И он вдруг на меня смотрит и говорит. А что ты перестал Бога славить? У тебя даже музыка перестала играть моя. Ты, говорит, как будто даже прославление. Ну он как-то быстро сказал это. Достаточно быстро. Я даже с трудом вспоминаю. Но мысль была такова, что ты перестал славить Бога. И прославление терпишь. И ждешь просто, когда будет проповедь. И ушел сразу же. И мне так четко прозвучало. Вдруг откуда-то голос такой. Ты разве не знаешь, что я живу в словословии моего народа? И вы знаете, я проснулся и думаю. Вот мой род заполнен какими-то жуками. Которые совершенно органично впитались в то место, которое должно что-то произносить. Род это наши уста. Это наше прославление. Наши песни. И вдруг я ловлю себя на мысли, что во время карантина у меня играют... Ну у меня музыка всегда, кстати, прилично играет. Чтоб вы понимали. Она всегда какие-то... Это мировые шедевры. Там нет никаких глупостей. Каких-то песней низких. Они даже не входят в мои уши. Я их не воспринимаю. Причем вот поп-музыку я даже по природе как-то не люблю. Которая танцуется под рюмки, водки там на столе и так далее. То есть всегда там бачелли, в лучшем случае. Классика какая-то. Там еще мирей матье. Вот такая музыка играет. Смоки. И я вот вдруг сижу и вдруг понимаю, что во время карантина у меня практически не играет христианская музыка. И... А Бог говорит, я живу в словословии народа. Я вскочил с утра. Перебрал всю музыку. Вообще просто перебрал. Включил прославление на завтрак. И вы знаете, сижу на завтраке. И жене рассказывает этот сон. И жене говорит, ты заметил, что у нас даже музыка как-то вот уже дома не играет. Давно такая вот прославительская, христианская. И жена говорит, да, слушай, как-то мы это потеряли. Слушайте, Господь живет в словословии народа. Когда музыка играет христианская, когда твои уста произносят славу Господу. И когда ты не произносишь славу Господу, я понял значение этих жуков. Это как будто бы, знаете, дух мира всего. Он вошел уже в рот, и ты наслаждаешься какими-то, ну, хорошей музыкой. Хорошей. Но она не славит Бога. И обетование начинает уходить куда-то на второй план. Начинает уходить на второй план Слово Божие. Его вера, его обещание в твою жизнь. Сразу все становится относительным каким-то образом. Сразу ты уже не веришь в свое исцеление. Не веришь, что у тебя все будет хорошо. Друзья мои. Но Авраам написано, пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. Что значит воздав славу Богу? Значит, он взял свою арфу. На чем они там играли в то время, я не знаю. Там на трехструнном каком-то, может быть, какой-то балалайке. Но он стал петь Авраам. Он стал воздавать славу Богу. Почему? Потому что он мог разочароваться. Не забывайте, Авраам ждал своего обетования 14 лет. 86 лет, когда было ему, когда Бог сказал ему, что у него родится сын. И слушайте, Сара, она старела на его глазах. Он тоже старел. Да, они были тогда более крепкие, чем мы сегодня. Но 100 лет, поверь, есть 100 лет. Хоть в то время, хоть в это. Как бы ты ни питался лучшими фруктами, какие бы ты там массажи себе не делал лица, что бы ты там ни делал с собой, какие бы диеты ты ни содержал, как бы ты ни занимался, ни бегал, но все равно старение, ну, оно есть. Вот ничего ты с ними сделаешь. Поймите, что что бы ты ни делал, все равно старость приходит. Даже если ты жил 200 лет, все равно 100 лет не выглядит старее, чем 18 лет. Так вот, Авраам в 100 лет понимает, обетование-то накрывается. И он воздал, слава Богу. Он включил прославление. Он врубил музыку, самую лучшую, которая должна была играть в его доме. И он говорит, не поколеблюсь в вере. Как слепой Гомер стал петь, Господи, славлю тебя. Вера уходит, Господи, вера. Когда уходит твоя вера, включай прославление. Начинай на гитаре тренькать, даже если не умеешь. Господи, славлю тебя. И соседи говорят, у тебя голоса даже нет. Что ты поешь какую-то ерунду? Ты говоришь, я вообще не для тебя. Я для него, потому что вера уходит. Вера не должна уходить, друзья мои. Никогда. Потому что есть третий тезис, важный. Враг душ человеческих всегда атакует Слово Божие. Поймите, он всегда атакует Слово, чтобы Слово не ожило в твоей жизни. Когда Иисус проходил это испытание, когда приходил к нему сатана, если помните, то сатана постоянно испытывал его на Слово. И Иисус как раз отвечал Словом Божьим. То есть он отвечал всегда, написано, написано, сатана. Написано, не искушай Господа Бога твоего. Написано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих. Написано. То есть каждый раз он говорил Слово. Друзья мои, вера, она неразрывно связана со Словом. Если ты знаешь Слово, то в момент искушения, то дьявол хочет украсть Слово или исказить Слово. Он хочет сказать, а истинно ли сказал Бог? Именно те слова, которые прозвучали в ушах Евы, когда искуситель подполз и сказал, а истинно ли сказал Бог? Смотри, сколько сегодня теорий. Их огромное количество. Но, друзья мои, поймите, Слово Божие, оно личностное для тебя и личностное для церкви. И всегда состоится то, что сказал сам Бог. И поймите, что враг боится именно Слова. Не зря же. Например, Ефесянам 6 глава 17 стих называет, меч духовный называет Словом Божьим. Словом Божье. Словом Божье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова